Уже этой осенью в Первоуральске откроется секция по стрельбе из пневматического оружия. Заниматься в ней смогут дети от 12 до 18 лет. Организовать секцию удалось благодаря инициативе педагога и поддержке городского благотворительного фонда. Тему продолжит наш корреспондент. Диплом в руках Алексея Сазонова как символ развития спорта в Первоуральске. Сотрудник Центра детского творчества стал обладателем гранта от благотворительного фонда Первоуральск 21 век. На выделенные деньги откроют секцию по стрельбе из пневматического оружия. Помещение у нас есть, оружейная комната, написана образовательная программа, защищена. И необходимо было оружие, то есть пневматические винтовки, пневматические пистолеты. Подал заявку, выделили деньги, купим оружие и будем заниматься с ребятишками. Секцию откроют в ЦДТ осенью. Заниматься с детьми Алексей Сазонов, бывший сотрудник полиции и майор в отставке, будет сам. В свое время он окончил военное училище. Еще один новый проект на деньги благотворителей и запустят местные журналисты. Старейшая газета города «Вечерний Первоуральск» напечатает серию репортажей о жителях города, посвященную 285-летию Первоуральска. Мы выбираем какого-нибудь значимого, известного в городе человека, которого можно назвать лицом Первоуральска. И отправляемся с ним в буквальном смысле гулять по Первоуральску. Он нам показывает те места в Первоуральске, которые значимы конкретно для него. Открытие новых секций, покупка оборудования для реабилитационных центров, развитие патриотических направлений. Уже 17 лет социальные проекты местных общественников и некоммерческих организаций поддерживает благотворительный фонд «Первуральск. 21 век». В этом году на гранты подали 37 заявок. 27 из них поддержали. Многие уже не единожды получают поддержку. Такие как секция спортивного туризма Жанны Крынской, Центр реабилитации «Жемчужина», Ансамбль народных инструментов, письмушки и так далее. Не первый раз грант получает и местное отделение Всероссийского общества слепых. В этом году общественники подали заявку, чтобы купить акустическое оборудование. Техника необходима для проведения массовых мероприятий общества, в котором состоит больше 300 человек. Это ведь для наших инвалидов, чтобы было им комфортно, чтобы им было интересно. Вот они пришли на наш праздник, и вот звучали, и все будет более такое хорошее. Как это приятно. На поддержку социально значимых проектов благотворительный фонд выделяет по 700 тысяч рублей каждый год. Максимальная сумма одного гранта – 40 тысяч. Следующее распределение благотворители проведут весной 2018 года. Жена Журавлёва, Вера Пережогина, Денис Хромцов. Служба народных новостей.